Бритва на продажу. Бритва от фирмы Marley & Sons, торговая марка. Четырехлистный Clever, Clover Brand. Такие бритвы у меня периодически уже появлялись в более старых роликах. Любой желающий может они чуть подробнее посмотреть. Но если в трех словах говорить, то бритва производства в начало двадцатого века. Это 1913-1927. Думаю 20-е годы, 1920-е тогда в основном американские бритвы были очень популярны. Производились в больших количествах. Но бритва это не чистая американка. Изготовлена она была в Германии. Поскольку Marley & Sons это дочерняя компания Adolf Castor, который имел свой завод в Германии, то все бритвы для американского рынка делались именно там в Золингене. Вот эта бритва идет с родным футляром. Футляр именно от четырехлистного Clever. Цена была на то время в Америке 350. Это такая чуть-чуть выше средней. Вот футляр в очень хорошем состоянии, полностью целый. Все работает, все функционирует. Бритва на клейме можно видеть, что это Marley & Sons, Clover Brand и символ самого клевера. Ну и то, что это сделано в Германии, Germany. С обратной стороны клейма нету. На полотне глубокая гравировка Extra Hollow Ground, Full Warranted. Ну то, что называли раньше экстра выборкой. Сейчас у нас это где-то половиной считается. Как можно видеть, тут почти строго половина. Носик с таким небольшим скосом наверху, как на большинстве бритв для американского рынка. Бритва в принципе чистая, следов времени практически нет. У бритвы очень неплохая геометрия. Раньше ею почти не пользовались. Ну, пользовались, но особо никто ее не точил, не гонял. Вот состояние, ну, как можно видеть, в принципе, хорошее. Практически без следов времени. Коррозии, грязи, чего-то такого тут нету. Бритва полностью разбиралась, чистилась. Зубчики тоже чистые. Внутри ручки тоже все полностью чисто. На Эдли с обеих сторон все чисто. Спинка, носик тоже все чисто. Вот, закрывается ровно, очень плотно расклепано. Ручка здесь Эбонит, насколько я помню. Пины верхний низельберовый. Шайбочка нижней. Ну, тоже что-то такое. Не сталь. Нижавейка какая-то. Хотя, может быть, и стальной. Раньше нижавейку не ставили почти. Вот. Все. Сейчас покажу, как тесты проходят. Бритва получается самая, что ни на здесь. Классическая. Таких очень много Германия для Америки делала в начале 20 века. Они очень похожи все. Вот. Но Кловер Бренд это были такие бритвы более высокого класса. Вот. Цена была у них чуть дороже. Часто они поставлялись с такими интересными ручками, с разными изображениями, картинками. Но были такие вот более простые варианты, более строгие, как эта бритва. Полностью черного цвета ручка. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Брить будет, ну, средне-агрессивно. Мягче большинство немок того же периода. Примерно, как обычной Американки. Такая бритва на ежедневное бритье, на бритье через день, через два. На длинной щетине, там, не знаю, недельной, например, может быть покажется немножко жестковатой. Вот. На более короткой щетине, на средней щетине, на мягкой. Будет в самый раз. Так, и сейчас распуск. Ну, опять же, гравировка глубокая, со временем не сотрется. Перекусил. Ну, еще раз могу показать. Вот они все волосы. Все. Кому интересно, обращайтесь. Хороший вариант, в хорошем состоянии. Такой уверенный средний класс, если можно так сказать.